СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Многозадачное испытание. Предложение. Несмотря на препятствия и непрерывные преграды, силы мусульман умножались изо дня в день. Это злило язычников, и поэтому они приняли решение договориться с пророком, мир ему и благословение Аллаха, сделав ему заманчивый на их взгляд предложение. Один из старейшин курешитов, Утпабин Рабя, явился к посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, с такими словами. О, сын моего брата, если с помощью того, что ты принес, ты стремишься только приобрести богатство, мы соберем для тебя столько денег, что ты станешь богатейшим из нас. Если ты стремишься к почету, мы поставим тебя над нами и не будем ничего решать без тебя. Если ты стремишься к власти, мы сделаем тебя нашим правителем. Если к тебе является злой дух, которого ты видишь, но не можешь от него избавиться, мы постараемся вылечить тебя и не пожалеем денег, чтобы освободить тебя от него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему первыми тринадцатью аятами сурой «Фусилят». Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного «Ха-Мим» — это неспосланное милостивым милосердным. И есть писание, аяты которого разъяснены в виде арабского Курана для тех, кто понимает. Он — добрый советник и увещеватель. Однако, большая часть их не желает слушать и говорит, «Наши сердца закрыты для того, к чему ты зовешь, наши уши глухи к нему, а между нами и тобой завеса. Верши свое дело, а мы будем вершить наши дела». «Отвечай, Мухаммед, я всего лишь такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что ваш Бог — Бог единый. Идите же к Нему прямым путем, просите у Него прощения, горе многобожникам, которые не вносят заката и не веруют в будущую жизнь. Воистину, тем, которые уверовали и вершили добрые деяния, уготовано неисчерпаемое вознаграждение. Скажи, Мухаммед, неужели вы не веруете в того, что создал землю в течение двух дней, и равняетесь с ним других, ведь это Он, Господь, обитателей миров? И Он воздвиг над землей прочные горы, дал ей благословение и поровну распределил на ней пищу для страждущих на четыре дня. Потом Он обратился к небу, которое было лишь дымом, и сказал Ему и земле, «Предстаньте предо Мной, хотите вы того или нет?» Они ответили, «Мы предстанем по доброй воле». Он завершил это, сотворив семь небес за два дня, и каждому небу внушил в откровении его обязанности. «Мы украсили нижнее небо светильниками для охранения». Так предопределил великий, ведающий. А если они не внемлют, то скажи, Мухаммед, «Я увещеваю вас молнии, подобной молнии, поразившей народы ад и самуд». Услышав это, выражение на лице Утпа изменилось. Он вернулся к своим товарищам и сказал, «Было то, что слышал я слова, подобных которым не слышал никогда прежде. Клянусь, это не стихи, не колдовство и не прорицание. О, Курайшиты, послушайте меня, дайте этому человеку заниматься тем, что он хочет, и не трогайте его». Курайшиты, в свою очередь, сказали, «Он околдовал тебя». Соглашение После того, как язычникам не удалось сделать предложение пророку, мир ему и благословение Аллаха, они решили заключить с ним соглашение. Соглашение предусматривало то, что один год пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будет молиться их богам, следующий год они будут молиться его богу. В связи с этим Всевышний Аллах не спослал ссору к Аферун. «Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного, скажи, Мухаммед, «О вы неверные! Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь, а вы не поклоняетесь тому, чему я поклоняюсь. Я ведь не поклонюсь тому, чему вы поклонялись, и вы не поклонитесь тому, чему я поклоняюсь. Вам ваша вера, мне же моя вера». Кроме того, Аллах сказал, «Спроси, Мухаммед, неужели вы призываете меня поклоняться кому-либо другому, а не Аллаху, о невежды? И, воистину, мне запрещено поклоняться тем, кому вы взываете как богам, помимо Аллаха». Проверка на правдивость. Чтобы узнать мнение о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, Курайшиты отправили своих посланников к иудеям. Ученые из числа иудеев посоветовали задать пророку, милость ему и благословение Аллаха, три вопроса. Если он ответит на них, то его миссию можно будет признать истиной. Если не сможет ответить, значит все, о чем он говорит, лишь пустые слова. Вопросы эти касались обитателей пещеры, Зульхарнайна и души. Курайшиты задают эти вопросы пророку, мир ему и благословение Аллаха. В итоге Аллах ниспосылает суру «Кяхф», в которой говорится об обитателях пещеры и Зульхарнайне. Кяхф, восемнадцатая сура Курана, состоящая из 110 аятов. На последний вопрос о душе ответ дается в восемьдесят пятом аяте ниспосланной суры Исра. Если бы курайшиты по-настоящему желали знать истину, им было бы достаточно этих трех аятов, чтобы принять веру пророка, мир ему и благословение Аллаха. Однако притеснители не хотели принимать никого, кроме своих богов. Требования немедленного наказания Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, неоднократно напоминает многобожникам о том, что если они будут противиться ему, то Аллах непременно накажет их. Но язычники потребовали, чтобы эти наказания наступили немедленно. Таким образом, они насмехались над пророком, мир ему и благословение Аллаха, показывая то, что наказания для них не наступят никогда. В связи с этим Аллах Всевышний ниспосылает несколько аятов. Они торопят тебя, требуя, чтобы настало наказание. Но Аллах не нарушает своего обещания, ведь день по счету Господа твоего равен тысячи лет по людскому счету. Они побуждают тебя ускорить наказание, и воистину адский огонь подступит к неверным. Неужели те, которые строят злые козни, не опасаются того, что Аллах заставит землю поглотить их, или мучения, постигнутых оттуда, откуда они их не ожидают? Или того, что Он схватит их, пока они мечутся, и они не смогут избежать этого? Или того, что Он схватит их, когда их охватит ужас? Воистину твой Господь сострадательный, милосердный.